Всем привет, рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня в работе ногти грызунчика и на ногти безымянного пальца у нас остатки роскоши, остатки крылышек стрекозы, которую я делала в прошлый маникюр. Эти ручки уже были у меня на канале, было видео. Вот эти ручки попали ко мне впервые. На ногти указательного пальца, обратите внимание, какой большой под кутикулой карман, то есть эта клиентка сама себе поддевала кутикулу и вот такой вот кармашек получился. Сейчас ситуация намного лучше, на ногти указательного пальца и на ногти большого пальца кутикула приросла, все стало на свои места по сравнению с предыдущей работой. Она должна была попасть на маникюр через две недели, однако объявили локдаун и эта девочка вместе с мамой уехали в деревню. Когда она приехала с деревни, покрытия уже не было. Не знаю, что там уж произошло, но вот так вот имеем, что имеем. Она либо содрала покрытие, либо оно само отпадало, но если честно, я в своей работе сталкиваюсь впервые, чтобы все 10 пальцев сами отпали. Но в этой жизни бывает всякое. Я не маг и не волшебник, моё покрытие тоже бывает плохо носится. Возможно, это один из таких примеров. Как бы там ни было, девочка, опять у меня на коррекции, я приступаю к работе. Пилочкой придаю форму свободному краю. Сейчас уже свободный край выровняет намного проще, так как по правой стороне от точек в роста ноготочек немножко прирост к тактевому ложе. И более-менее визуально сделать симметричный свободный край получится. Отодвигая кутикулу, открывая под кутикульный карман, это очень легко делать пушером. Пушер имеет анатомический изгиб и ручную заточку, что позволяет отделить налившую кутикулу от ногтя и открыть, соответственно, под кутикульный карман. Далее фрезой прочищаю. Я сейчас не ускоряла видео, как я работаю в реальной жизни, так вы сейчас это видите на экране. Фрезой я сначала прохожу по ногтевой пластине, счищаю остатки птеригии, прочищаю боковую пазуху, шлифую боковой валик. Зашлифовать и убрать заусенцы полностью не получается, но я и не стремлюсь, так как еще буду дорабатывать фрезой шар. Сейчас моя задача прочистить под кутикульный карман, счистить весь птеригий с ногтевой пластины, приподнять кутикулу для среза. Я работаю с переключением реверса, то есть на форварде проработала левую сторону и теперь на реверсе я прорабатываю правую сторону. Точно так же фрезой я прохожу по ногтевой пластине, счищаю птеригий, далее щечкой фрезой работаю с упором в кожу, приподнимаю ее и шлифую изнутри, убираю все махрушки. Далее фрезой прохожу справа налево, приподнимаю и истончаю кутикулу для среза. Можно такими движениями от ногтя вверх приподнять кутикулу еще больше. У меня вот такой вот маникюр, такой маникюр меня вполне устраивает и моих клиентов тоже. Если вы делаете чистый глубокий маникюр, ну браво, вы молодец, вам честь и похвала, вы супер мастер. Я не супер мастер, у меня вот такой маникюр какой он есть, моих клиентов и меня это устраивает. Если честно, я вообще за то, чтобы не делать маникюр, так как ко мне приходят клиенты от других мастеров и из салонов. Ну салоны разные бывают, конечно же, есть элитные салоны, а есть салоны, знаете, вот как остались с тех времен. Так вот клиенты приходят и удивляются, когда я с крафт пакета достаю инструмент. Они спрашивают, это что, каждый раз вы достаете новый инструмент? Говорю, нет, не новый, просто инструмент прошел дезинфекцию, стерилизацию. А что, ваш предыдущий мастер так не делал? На меня клиенты смотрят удивленными глазами и говорят, нет, просто пшикал антисептиком на фрезу перед работой. То есть делать глубокий маникюр в таких условиях или делать срез кутикулы в такими инструментами, ну это просто абсурд. Так что, мое мнение, маникюр должен быть визуально аккуратным, но максимально безопасным. То есть нужно делать его так, чтобы не поранить клиента. А если какие-то махрушки остаются или в синусах какая-то там чешуйка осталась, да ради бога, пусть она там будет. На подготовленные ногти Нанесла праймер Далее наношла грунтовочный слой каучуковой базы, как обычно втерла материал в поверхность. И укрепление делаю цветной базой от МИС, оттенок 13, это такой вот светло-сиреневый оттенок. Очень хорошо подойдет до молодой девочки и в школу, я думаю, будет замечательно. Делаю выравнивающий слой, капелька небольшая, вы видите, я даже не кистью с флакона ее наношу, эту укрепляющую капельку, а тоненькой кисточкой распределяю по поверхности, выравниваю и отправляю в лампу. Дизайн будет также очень простой, но без дизайна девочка не захотела уходить, сказала, что что-нибудь, пожалуйста, сделай. Наношу поталь на липкий слой базы, такими вот прихлопывающими движениями закрепляю. И далее белая гель-краска рисую простую веточку. И далее белая гель-краска рисую простую веточку. Осталось перекрыть все ногти топом, собственно, это сейчас и делаю. Когда я перекрываю ногти топом, видно, что на подушечке пальца под ногтем остался материал. То есть я когда наносила либо пазу, либо вот сейчас топ наношу, я все равно попадаю на кожу, так как свободного края практически нет. Чтобы избавиться от этого гель-лака на торце, я просто пилочкой опиливаю и также прохожу пилкой по коже, убираю вот эти вот остатки материала. Ну и вот такой маникюрчик у нас получился. Это нежно, просто цветная база, это просто шедевр в ногтевой индустрии на данный момент, мне кажется. За один слой и укрепление, и цвет готовы. Будем бороться с ручками дальше. Через две недели я ее жду на коррекцию, надеюсь, она не отдерет покрытие. Но вот с тем, что она приподнимала кутикулу, когда, ну я думаю, когда занималась, там, когда думала над какими-то примерами, то машинально она просто вот делает такие движения, указателем пальцем приподнимала кутикулу на большом. От этого получились такие вот кармашки открытые, глубокие, которые мы видели, когда она пришла ко мне впервые. В этот раз таких вот уже открытых карманов кутикулы нет, то есть положительная динамика наблюдается. Кстати, ссылку на прошлый маникюр на этих руках оставлю под этим видео, кому интересно, посмотрите. Но если вам понравилось это видео, жду от вас лайк и цветочек в комментарии, мне будет очень приятно. Обязательно подписывайтесь на канал, впереди много интересного. На сегодня у меня все, всего доброго, хорошего дня!